скажите если у нас агрономы либо руководители хозяйства агрономические составы кто знает что это кто видел это на своих полях может в чат написать отреагировать там не знаю хочу чтобы хоть как-то мы тут попроснулись это склеротиния да которая поражает у нас до снежная плесень это все-таки склеротиния странная вещь которая пока что мы видим только на в регионе волга на то есть все что справа берега слева берега волга те кто это не знает дай бог чтобы это не узнали на своих полях да к те кто это знает уже не первый год с этим пытается как-то бороться и второму вопрос всем производителям средств защиты растений дистрибьютором который сейчас находится у нас тем кто рекомендует какие-то препараты против этой за этого заболевания скажите мне честно вам не стыдно вам не стыдно рисковать деньгами своих как прицеприза клиентов это не стыдно потому что на данный момент ни один препарат не в обработку семян мне как-то там какой-нибудь биофунгицид и что-нибудь там с этим с этим связано не работает вот против этого абсолютно вот совсем потому что 7 мы много там ищем сейчас да я знаю что эксперты сингенты на волге до техническая поддержка сейчас разговаривает ведет кучу кучу просто там каких-то изысканий до пытается подобрать что-то подобное да на какой-то там хоть как-нибудь это удержать но сейчас нет ничего чтобы это работало поэтому кто бы сейчас что не говорил там у нас есть супер действующее вещество которое где-то там работает в чашке петри напротив этого заболевания в природе все не так сейчас я покажу выжимку опять же из старых советских книжек как это все-таки развивается у нас происходит так цикл развития биологические этого заболевания в поле я взял эту группу сразу низкотемпературных скажем грибов этой снежной плесень сет микроблоке умнивали склеротиния и тифулиоз двух видов ну что часто очень путают регион центр что вот у нас тут на вайбрансе тифулиоз и как так потому что их два вида и сейчас мы разберемся кто нам когда работает я попробую порисовать в общем первый момент нужно понять что как заражает склеротиниоз пшеницы да это не подсолнечниковый да это немного другой вид но тем не менее то есть на пшеницу он заражает у нас только по первую очередь любит заражать только замен поврежденные ткани механически либо наоборот от морозов так далее да то есть мы видим заражает мертвые ткани то есть проникает с поверхности почвы через пораженные листья пшеницы когда начинает заражать не нет такой определенной даты но то что было подмечено да что прошли за первые заморозки поступает какая-то там вот теперь да это активная фаза когда у нас плодовые тела склеротинии начинают прорастать не массово как грибы после дождя однополе да и начинают выкидывать свои говорится споры наверх и если есть поврежденные листья либо то морозом либо там еще чем-то то первую очередь проникает туда потом в течение какого-то времени это все у нас развивается внутри листьев и когда у нас начинается сход температур до сход снега в первый день мы видим слава богу у меня все перезимовала а через неделю мы увидим эти черные плодовые тела до которые уже не к ни к чему говорится хорошему не приводит поэтому какие-то агротехнические меры борьбы на с этим заболеванием опять же также не выявлено да севооборот предшественник абсолютно практически не влияет на распространение этого заболевания по полю в основном то что мы видим это как раз таки чем дольше у нас грубо говоря будет сходить снег на тем больше грубо говоря процентов поля или площадей в хозяйстве будет выбито этим заболеванием как раз таки из-за того что видимо сохраняется вот эта оптимальная температура для заражения подмерзших там или как как там чистей поэтому основной чтобы стратегия все-таки с этим борьбы с этим заболеванием мы видим только в одном это как раз таки снизить увеличить зимостойкость да это подбор сортов чтобы у нас внесение сложных удобрений с осени чтобы у нас листья как раз таки не повреждались там морозами и так далее то есть были не повреждены не было никаких-то механических повреждений чтобы куда может запрыгнуть склеротиниоз и это оптимизация как раз таки норм высева даты даты сева там применения с осени каких-то роста регуляторов просто снизить как раз такие количество зеленой массы чтобы у нас растения ушли скажем так таким плотным пучком в зиму без какого-то раскущенного там состояния да что часто бывает как раз таки кто сеет там в августе основные до зоны поражения так как раз те регионы где у нас там 2 3 августа уже скоро начнут люди сеют и к ноябрю конечно там пшеница вы похоже на на ковер а